Проповедь, которую я сегодня хочу сказать, называется так «Ограничитель твоего прорыва». Давайте скажем тому, кто рядом, ограничитель твоего прорыва. Хочу кратко помолиться. Отец, во имя Иисуса, молюсь о том, чтобы слово, которое здесь звучало, оно помогло нам, оно дал нам силу и пусть оно попадет в наше сердце и принесет нам плод во имя Иисуса Христа. Действуй сейчас, Дух Святой. Аминь. Знаете, я вижу в Библии есть некий ограничитель, который мешает нам получить прорыв от Господа и исцеление от Господа и, возможно, какие-то другие вещи, которые Он предназначил для нас, исполнить Его волю, получить освобождение, финансовый прорыв. Есть ограничитель, который определенно мешает нам приблизиться к этому и получить это. И в Библии об этом четко сказано. Сказано о том, что существуют некие ограничители, которые мы называем грех. Грех является одним из ограничителей нашего прорыва. И вот смотрите, я бы хотел прочитать сейчас одну историю. Это история Евангелия от Матфея, 3 глава, с 1 по 3 стих. Это история про Иоанна Крестителя. Хочу напомнить для тех, кто не знает, что Иоанн Креститель был послан перед Иисусом Христом. Он был рожден еще раньше, чем Иисус. Не так долго, но в любом случае он был раньше рожден, чем Иисус. И у него была некая миссия. Его миссия заключалась в том, чтобы приготовить путь для Господа. Чтобы он должен был пойти, чтобы приготовить путь для Господа. Чтобы когда Господь пришел, то был уже готов путь. И знаете, что такое путь? Это к радости или к счастью. Это не прокладывание асфальта в городе Киев. И какие-то другие вещи, которые мы могли бы обозначить как путь. Но была одна миссия. И то, что называется проложить путь, вот здесь и сказано. Давайте прочитаем. В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне. Покайтесь, говорит он, потому что Царство Небес уже близко. Об Иоанне говорил пророк Исайя. Голос раздается в пустыне. Приготовьте путь Господу. Сделайте прямыми дороги Его. Здесь мы четко видим о том, что миссия Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы приготовить путь. Другими словами, он готовил сердца людей через покаяние. Чтобы Господь мог прийти и совершить там свое действие. В их сердце и в их жизни. Другими словами, что путь не был бы готов, если бы не пришел Иоанн Креститель и не начал бы объявлять о покаянии. Не начал бы говорить покайтесь. И все, кто хочет покаяться, искренне вы должны принять крещение. И вот он их крестил. Таким образом он готовил путь. И через некоторое время пришел сам Господь Иисус. Движение Божье. Я верю, что движение Божье начинается в нашей жизни чаще всего через осознание и через покаяние каких-либо грехов в нашей жизни. Это могут быть разного рода грехи. Но я думаю, что существуют ограничители, которые препятствуют Господу действовать в нашей жизни. Иногда они препятствуют получить исцеление. Иногда они препятствуют получить освобождение. Это не значит, что Бог не может этого сделать. Он может это сделать. Но есть ограничители, которые мешают нам до конца исполнить волю Божью и войти в то предназначение, которое Бог приготовил для каждого из нас. И поэтому грех это не просто согрешил и все. Это ограничители. Это некая возможность дьяволу или то, что мы предоставляем возможность дьяволу что-то делать в нашей жизни. И иметь что-то с нами совместное. Или позволяем ему что-то совершать в нашей жизни. И особенно если это грех, который мы совершаем осознанно и постоянно, находясь в зависимости, то дьявол имеет абсолютную власть просто приходить и мешать нашей жизни, разрушать ее, приводить ее в никудышнее состояние для того, чтобы разрушить ее окончательно и полностью. Но вот что дальше сказано относительно этого ограничителя. Здесь сказана история, я хочу дальше обратиться к истории Иоанна, в которой написана 5 глава 13 стиха. Здесь история о том, как человек пытался получить исцеление, попав в купальню Вефезда, но он не мог туда попасть, потому что никто его туда не хотел забрасывать. И вот приходит Иисус, и он исцелил его, и впоследствии следующие слова, которые произнес Иисус после встречи с ним, сказал следующее. Позже Иисус нашел его в храме и сказал, но вот ты и здоров, не греши больше, чтобы не случилось с тобой еще худшего. Мы видим, что здесь его здоровье связано с его грехом, то есть его исцеление было связано с прощением, которое Господь подарил ему и исцелил его. И он говорит, что если ты будешь продолжать жить так, как ты жил, мы не знаем, как он жил, там не написано, какие он грехи совершал, но мы видим, что Иисус говорит, если ты будешь продолжать жить так же, то может произойти еще что-то худшее в твоей жизни, это может привести еще к чему-то более худшему, чем то, что у тебя было. А что может быть хуже, чем когда человек находится вообще калекой, он не может передвигаться? Но Иисус говорит, что за грехом идут какие-то последствия, и возможно, когда мы совершаем неосознанный грех, мы можем быстро попросить у Господа прощения, забыть об этом. Но когда грех происходит постоянно, он происходит с цикличностью, систематически, когда грех происходит в нашей жизни, то это однозначно мешает и препятствует Господу действовать в нашей жизни. И проблема не в том, что Бог не может нас исцелить, проблема не в том, что Он не может нас освободить и не может дать прорыв в нашей жизни, это вообще не об этом. Мы видим, что здесь Иисус сквозь грех исцелил человека. Он подарил ему исцеление, невзирая на его грех, но суть в другом, суть в том, что существуют ограничители. Если ты получил исцеление Божье по милости, то есть некая стена, которая загоняет тебя в те же самые обстоятельства и возвращает все то, что возможно было в твоей жизни. И поэтому, говоря о грехе, мы не говорим о чем-то, что препятствует только Богу что-то сделать. Бог может это сделать, это препятствует нам двигаться и продолжать жить в том исцелении, которое Бог даровал нам. И поэтому грех имеет такой некий, он как яд действует, когда он впрыскивается в нашу жизнь, то он начинает постепенно нас убивать. И вот Иисус хочет исцелять людей, Он хочет освобождать людей. Но здесь сказано, что Иоанн пришел для того, чтобы принести вот это вот покаяние, чтобы этот путь, он был проложен через покаяние, через то, когда человек кается и когда он осознает свой грех, признает его и оставляет его. И тогда ограничители снимаются. Знаете, когда человек живет в свободе, он наслаждается тем, что он свободен. И дьявол, он не может приступить к нему, он не может помешать ему. И возможно, он может подкинуть какие-то трудности и проблемы, но все это настолько быстро решается и никак не влияет на нас. Но, когда человек находится в грехе, то в евреях написано, что грех подобен сетям. Он окутывает нас и мешает нам продвигаться дальше. Он мешает нам двигаться дальше. И поэтому мы остаемся в одном и том же положении. Долгие годы, находясь в грехе, мы думаем, что мы движемся вперед, но он нас тянет назад, тянет назад, и нет никакого продвижения вперед. И поэтому мы здесь не говорим только об исцелении. Потому что Бог может исцелить нас. Мы говорим здесь о нашей судьбе. Судьба быть волей Божьей. Судьба продвигаться волей Божьей. И если на нашем пороге есть грех, то есть хорошая новость, что нам нужно с ним сразиться, и нам важно его победить. Потому что, когда мы побеждаем грех, тогда что-то происходит в нашей жизни. Те сферы, знаете, я слышал множество истории, когда люди оставляли свой грех, и потом нечто происходило в их жизни. Что-то, что они долго не могли получить в виде финансового прорыва, в виде исцеления, либо в виде других вещей. Они получали это мгновенно, моментально, после того, как приходило истинное покаяние, когда человек оставлял этот грех. Потому что он обрубовал эту связь с миром, связь с дьяволом и связь с грехом. И поэтому, когда мы оставляем грех, когда мы навсегда его оставляем, или когда мы делаем это решение, то начинается процесс благословения в нашей жизни. Начинается процесс, когда то, что Бог приготовил для нас, начинает приходить в нашу жизнь. И знаете, мне нравится одна вещь, это вещь, которую я хочу последнее местописание прочитать здесь. Здесь мы говорим о грехе, но было бы глупо, если бы мы говорили только о грехе, и не говорили о выходе, который может быть из сложившихся ситуаций. Потому что Бог не только обличает нас в каких-то моментах, обличает меня или кого-то здесь. Здесь Бог чаще всего, когда Он что-то говорит, Он дает выход. Он всегда дает выход, Он всегда показывает дверь, к которой мы можем войти, дверь, к которой мы можем выйти. Он всегда дает нам двери. И поэтому эта дверь описана в Иакова в 4 главе 7 по 10 стих. Это пробовать однозначно не для всех, кто находится здесь. Но я знаю, что как это ужасно, когда ты находишься в зависимости от греха и не можешь его победить. Как это ужасно, когда ты долгие годы просто движешься в никуда. Как это ужасно просыпаться с такой мыслью, что ты больше не хочешь просыпаться. Из-за того, что совесть, осуждение тебя мучает. Я понимаю этих людей, поэтому я думаю, Господь тоже понимает их и хочет обратиться сегодня именно к ним. Потому что Он хочет, чтобы каждый человек был счастлив, чтобы он был успешен, чтобы он видел прорыв своей жизни, процветание своей жизни. И Бог предназначил нас для счастья. И поэтому грех это ужасная, отвратительная вещь, которую нам всем сердцем нужно возненавидеть. И вот что сказано в Иакова в 4 главе 7 по 10 стих. «Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизитесь к Богу, и он приблизится к вам. Грешники, омойте ваши руки, и вы двоедушны, и очистите ваши сердца. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Пусть в плач обратится ваш смех, а радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и Он возвысит вас». Вы знаете, глядя на этот стих, можно увидеть, как будто бы Иаков пытается вогнать нас в какое-то такое неловкое состояние. Состояние, когда мы чувствуем себя ужасно. Состояние, когда мы должны плакать, рыдать, сокрушаться. Наш смех должен обратиться в печаль. Но я здесь вижу совершенно другое. Знаете, я здесь вижу сердце Бога. Вот его любящее, настоящее сердце Отца. И вот как оно описано. Вы знаете, когда Бог смотрит на наши отношения с грехом, то Он смотрит это, как, не знаю, муж смотрит на жену, которая изменяет ему с другим мужчиной. Вот примерно то же самое. Бог смотрит, и Его сердце плачет. Его дух ревнует о том, что происходит в нашей жизни. Он видит, что ту силу и ту страсть, которую мы могли бы посвятить Ему, мы посвящаем греху. Ну, не мы, просто есть люди некоторые, которые это делают. И суть в чем, что здесь мы видим сердце Бога. И вот Иаков пишет, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и Он убежит от вас. И говорит, приблизитесь к Богу, и Он приблизится к вам. Здесь сказано, что Бог так желает приблизиться к нам. Я бы даже сказал так, что Он ждет, пока мы откроемся хотя бы чуть-чуть, и Он рванет в нашу жизнь. С новой страстью, с новой силой. Вот здесь сказано, вот то, что вижу здесь я. Здесь не сказано, что вот повернитесь к Богу, и Он подумает, повернутся ли к вам. Здесь сказано, что приблизитесь к Богу, и Он приблизится к вам. И здесь говорится следующее, что грешники, им важно омыть свои руки и вдвоедушным очистить сердца. И вот здесь, когда мы говорим, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, здесь говорится о следующем. Здесь не говорится о физических слезах, знаете, посыпать голову пеплом. О, Господь, я снова посмотрел этот фильм. Нет, здесь говорится о другом. Здесь говорится об осознании того, что в нашей жизни существует проблема. Об осознании. Знаете, часто, когда люди попадают в греховную ловушку, очень часто они забывают об этом. Их совесть, она притупляется, и человек уже делает это автоматически. Ну, просто вот, потому что он, да ладно, еще один раз, ну, почему бы и нет. И совесть настолько притупляется, что это приходит в состояние, когда человек это делает, как, не знаю, как чистить зубы утром. Вот он почистил зубы утром, пошел согрешил. Вот примерно то же самое происходит. Наша совесть настолько сильно притупляется, что человек теряет бдительность. Он теряет бдительность и теряет осознание, что он что-то делает неправильно. И поэтому здесь сказано, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Другими словами здесь говорится, что мы должны осознать, что мы сейчас находимся в проблеме. Признать это, вот честно признать, что у нас сейчас есть трудность. И это не значит, что мы плохие. У каждого в жизни бывают разные проблемы. Но здесь говорится о том, что если мы не осознаем, если наше сердце не поймет, что у нас реально трудность, реально проблема, из которой нам в первую очередь нужно сфокусироваться на этом, чтобы из этого выбраться, пока мы будем думать легкомысленно, что это так же, как и это, когда-нибудь я это сделаю, возможно, моя жизнь когда-то изменится, ничего происходить не будет, потому что у нас не будет силы и вдохновения это делать. Но когда мы осознаем, что в нашей жизни есть проблема, тогда мы сокрушаемся перед Богом. Мы говорим, Господи, я больше так не хочу, я прошу Тебя, сделай что-то. И мы начинаем приближаться к нему из-за того, что у нас есть осознание и понимание, что только через Бога мы можем освободиться от этого. Недавно мы смотрели на домашней группе интервью одного пастора с одной женщиной. Простите, это Каролин Лив, она изучает науку в свете Библии. И знаете, она там сказала очень интересную вещь. В Библии много раз говорится о том, чтобы мы исповедовали свои грехи друг другу, чтобы мы как бы признавались в грехах друг другу, тому, кому мы можем, по крайней мере, это сделать. И знаете, она рассказывала об одном научном исследовании, что когда мы осознаем или когда мы признаем, или когда мы выносим грех на свет, то сила, которая находится, вот там сложно все на самом деле, нейронные связи и все остальное, то вот осознание или вот сила этого греха, она ослабевает, то есть она теряет силу. Она как будто бы разжимает свои, ну, эти, клещи и отпускает. И тогда нам легче с этим бороться, потому что когда это находится в темноте, и когда у нас нет осознания, то это как будто бы давит нас и заставляет, и это руководит нами, оно как будто бы нас водит. Но когда мы осознаем это, мы приходим и говорим, Господи, я больше так не хочу жить, мне так это надоело, я прошу, я хочу свободы, и оп, это разжалось. Или когда мы приходим к нашему пастыру, другу, брату, сестре и говорим, я просто должен тебе что-то рассказать, я долгое время мучился с этим, я не знаю, кому признаться, но у меня такой грех, мы выносим это в свет. И свет, который проникает в тьму, он ослабевает вот эту силу греха, ослабевает это. И тогда мы выходим с чувством, что мы уже победили. И хоть это еще где-то есть, но есть чувство, что мы уже победили, потому что это действительно так. Сила греха, она ослабла. И теперь есть процесс, который идет через взаимоотношения с Богом, когда Он начинает менять наши привычки и наш характер. Когда сила греха ослабла в нашей жизни, то нам легко вырваться из этого и идти дальше. Но когда мы скованы этим, нам очень сложно с этим бороться. И поэтому здесь Он говорит о том, что нам важно осознать этот грех, осознать свою проблему, признать ее, либо перед Богом, либо перед тем, кому мы можем довериться, чтобы за нас помолились, признать и сказать, я хочу из этого выбраться и сделать это. И сила греха потихоньку начинает нас отпускать. И поэтому здесь Иисус говорит о важности, Иаков, вернее, говорит о важности признавать свои грехи. И дальше здесь очень важно, Он говорит следующее, смиритесь перед Господом, и Он возвысит вас. Я увидел много раз в своей жизни, что, можно группа прославления, мы сейчас помолимся и закончим. Я увидел одну очень важную вещь в своей жизни, по крайней мере, что когда в мое сердце приходит состояние смирения перед Богом, вот знаете, что такое смирение? Это когда ты понимаешь, что все, я больше не могу без Него ничего делать. Я и не хочу больше ничего без Него делать. Я столько много сделал уже всего, и этого мне так достаточно, и я хочу прийти в состояние смирения. И ты смиряешься перед Ним и говоришь, Господи, с этого дня, каждый свой день я буду отдавать Тебе, я буду по-другому жить, я принимаю Твое Слово, я принимаю, что там написано, я буду стараться жить так, как там написано, я буду стараться служить Тебе, буду стараться искать Тебя, буду иметь с Тобой отношения. Каждый день я ставлю время, когда буду приходить, чтобы молиться, чтобы поклоняться Тебе, потому что моя жизнь зависит от Тебя. И вот это смирение, когда наша гордость отношений себя, она падает перед ногами Господа и признает Его своим Господом и Спасителем. Знаете, почему люди, когда рождаются свыше, легче побеждают грех, чем те люди, которые, находясь уже в христианстве, попадают в грех и не могут его победить? Потому что в момент, когда человек... Я помню тот момент в своей жизни. Я помню этот момент, это было 8 марта 2007 год. Это был момент моего рождения свыше. Значит, 7 марта я встретился со своими друзьями, и мы очень хорошо погуляли, я бы так это сказал. И вот 8 марта 2017 года, хочу это заметить, кое-что произошло. Я проснулся утром с таким состоянием, ужасным состоянием. До этого я пару раз посещал церковь, уже общался с верующими людьми, и один раз молился молитвой покаяния в церкви. Но ничего не изменилось. И я помню, что тот момент, тот день, он был такой запоминающийся, потому что я встал, мне нужно было идти в школу, а у меня, я учился тогда в 10 классе, у меня было такое ощущение, что я что-то делаю неправильно в своей жизни. И такого ощущения никогда не было. То есть я его никогда не испытывал до этого. Но вот оно пришло. И я помню тот момент, когда я тем же утром упал на колени перед Богом и заявил, что я не хочу больше так жить, и что я признаю Его своим Господом и своим Спасителем. И я раскаиваюсь во всех своих делах. Я плакал и сокрушался перед Ним. И знаете, когда я встал, когда я все это сделал, своими словами просто встал и пошел в школу, то первый раз в жизни я почувствовал легкость в своей жизни. Вот как будто бы мне стало легко. И с того момента, с 2007 года, вот мои зависимости в плане сигарет, алкоголя, там наркотических разных препаратов, они исчезли в один момент, в один день, в одну секунду после осознания. Я верю, что когда мы по-настоящему осознаем или признаем перед Богом и сокрушаемся, смиряясь перед Ним, говоря, что Он Господь, и если Он Господь, Он должен господствовать и Спаситель, то что-то происходит в нашем сердце. Грех теряет силу, он теряет свою способность, он теряет вот эту вот способность вести и управлять нами, потому что мы становимся бесконтрольными для Него. Мы становимся под контроль нашего Господа. И дьявол начинает атаковать нас, но мы сопротивляемся Ему. Мы сопротивляемся, потому что у нас есть близость с Богом. Мы, покоряясь Богу, тем же самым противостоим дьяволу. И когда он приходит, у нас всегда есть выбор, но мы покоряемся Богу снова, и дьявол убегает. И вот поэтому эта новость заключается в следующем, что грех имеет свойство ограничивать нас, ограничивать наше движение, наше призвание, ограничивать многие сферы нашей жизни. Но Иисус пришел, чтобы освободить нас от этого. И Его прощение, когда мы каемся, Его прощение, оно разрушает цепи греха. Потому что сила прощения намного сильнее, чем сила греха. И вот что, последняя история, и мы закончим. Это последняя история, это история также из Библии. Это, знаете, была женщина, которая занималась прелюбодеянием, открыто. Ее привели к Иисусу, чтобы побить ее камнями. Она занималась грехом, который приводил людей, то есть за такое убивали, вот в прямом смысле этого слова. Били камнями, она изменяла. Соответственно, ее привели, чтобы Иисус кинул в нее камень. Чтобы Он сказал, все, бейте ее камнями по закону. Но вот Иисус, Он как бы посмотрел на нее и сказал, ну, сказал людям, типа, кто первый, там, без греха, брось в нее камень. И никто не бросил, они все ушли. И дальше Он обратился к этой женщине. Он сказал ей, где вот твои обвинители? Она говорит, ну, не знаю, Господи, ушли. И Он говорит, я вот тоже тебя не обвиняю. И дальше Он сказал, иди и больше не греши. И вы знаете, вот сила вот этого момента, который, по крайней мере, мне запомнился, в том, что Иисус может простить любой грех так же быстро, как мы можем его начать. Вот Он настолько быстро готов прощать нас, Ему не требуется долгого, какого-то супер покаяния. Вот, не знаю, там, сорокадневного поста, или, там, сорок свечей в храме, ну, не знаю, там, сто тысяч долларов пожертвований. Вот, нет. Вот Он настолько упростил этот момент, чтобы каждый человек сегодня мог ощутить вот его прощение, потому что через его прощение приходит свобода, свобода действий и свобода движения Бога в нашей жизни. Нет ограничений. И поэтому покаяние – это что-то очень быстрое. Но все начинается в нашем сердце, когда мы осознаем и смиряемся. Поэтому я бы хотел завершить молитвой. И давайте вместе помолимся. Просто закройте ваши глаза перед собой, и пусть это будет, там, две минуты, когда мы просто задумаемся о своей жизни и, возможно, осознаем. Не можно мы что-то споем сейчас? Вот, можно вторую песню, которую мы пели? Буквально две минуты. Я бы хотел просто, чтобы мы это... И мы закончим служение. Я бы хотел, чтобы мы просто помолились. И пусть Дух Святой, Он движется сейчас в нашем сердце. Пусть Он движется в нашем сердце. Возможно, кому-то сегодня нужно будет принять какие-то решения, но пусть это произойдет. Потому что в суете нам сложно осознавать. Пусть это будет время, когда мы что-то можем осознать для себя. Дух Святой, мы молимся сейчас, действуй. Действуй здесь сейчас. Говори к нашему сердцу. Говори к нашему разуму. Пусть уходят эти ограничители. Пусть грех будет побежден через Твое прощение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действуй, действуй, действуй В наших сердцах Просто, если кому-то нужно Это сокруши нас Открой нам это Просто сделай акцент на этом В нашем сердце Проакцентируй это, Господь Чтобы мы Чтобы голос Твоего Духа, голос совести Он был ярче Он был сильней Он был интенсивней Мы позволяем Тебе сегодня Обличать нас, Дух Святой Что когда Ты это делаешь, это происходит С такой любовью и силой Мы позволяем Тебе сегодня Говорить к нам И расставлять акценты В нашем сердце Люди Мы позволяем Выeded Матя, Своим, Отец наш, продолжайте, продолжайте стоять перед Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Но мигуют небеса в каждом сердце, Пусть звучит Тебе хвана по маненьям, Союза небеса с землей, Союза небеса с землей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И будет разрушено всякое действие ограничителя нашей жизни во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сейчас здесь. Ты действуешь. Ты действуешь в наших сердцах. Благодарим Тебя за это. Здесь, Господь. Спасибо. Давайте, Господу, дадим аплодисменты. Вы знаете, и хочется сказать последнюю мысль, что самое прекрасное в отношениях с Богом – это Его решимость и Его вера в нас. В Слове Божьем говорится, что любовь, она всему верит. Там, где говорится о любви, говорится о том, что любовь всему верит. И вот слово «любовь», если посмотрите в оригинале, это слово обозначает «агапы». То есть это та любовь, которой Бог любит нас. И вот эта любовь, которой Бог любит нас, одно из ее определений – это то, что она свойств, она всему верит. И знаете, я это заметил, по крайней мере, в своей жизни. Но вот что, когда мы принимаем решение, еще будучи с какими-то проблемами, но мы говорим в своем сердце твердое решение, что «Боже, я этого больше не хочу делать, я не буду это делать», то в этот момент приходит прощение. Потому что Бог верит нам, Он верит нашим словам, Он верит, что мы говорим, Он видит наше сердце, полное решение. Он видит сердце, которое приняло решение не делать этого, отказаться от этого. И через это решение, доверяя нам, Он приносит прорыв в нашу жизнь, Он приносит ответ в нашу жизнь, Он приносит прощение в нашу жизнь. И поэтому через решение жить праведно и приближаться к Богу, Его Дух Святой наполняет нас, и дьявол теряет всякий контроль. И поэтому сегодня давайте скажем, я принял решение отдать Богу всю свою жизнь. Давайте Господу поаплодируем, потому что Он этого так сильно достоин.